Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и я продолжаю на божестве за Россию проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Огромная карта, причем карта первобытные там стихийные бедствия, хотя я этого пока здесь не наблюдаю, и 20 цивилизаций. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, посмотреть с самого начала, ну и спонсоры, по идее, все серии видят сразу. Открыли мы правительство, возьмем олигархию. А, два очка. Блин, так все-таки может лодку построить? Сколько очков до? Шесть ходов. Шесть ходов. Ну, блин, даже не знаю. Два очка осталось. Шесть ходов. Ладно, а сколько вообще лодка строится без карточки? Если что, три хода. Ну, давайте погодим тогда. Давайте погодим. Поселенцев я еще оставляю. Строится черную карточку плюс 75% науки, но меньше культуры. Ну, в принципе, с одной стороны, да, но у меня науки как-то маловато, чтобы прям с плюс 75% это мне даст, ну, сколько? Немного. Так, плюс два влияния. И... Ну, может, производство. Учреждение инквизиции стоит один заряд апостола, все религиозные юниты получают... Тоже пока нет. Это пока все не надо. Давайте, наверное, просто производство в городах. Так, пока так сделаем. Так, обращаем Тулу. А, ну вот я еще, правда, правительственную площадь, это вот одно очко еще будет. Кстати, и может в Новгороде Лавру тогда еще одно очко за район, получается. Так, Новгород обращаем. Кстати, не появилась у нас седьмой религии? Нет еще. Ну, я надеюсь, что все-таки не Индус ее возьмет. Индус станет православным. И будет восхвалять Господа нашего Иисуса Христа в рясах православненьких. Так, поехали. Дальше миссионеров. Кстати, эти миссионеры у меня дополнительно могут быть еще и разведчиками. Вот тут надо разведать, кстати. Вот тут выглядят, что неплохие места для городов еще. Между прочим. Так. Поехали понемногу драмы и поэзии. Если что, мы за два хода еще откроем, чтобы в ту линии достаточно жилья, но все равно пускай будет производство и еда. Так, вот тут еще счастье у нас, ртуть. Обработаем овечек. Вот этих, вот этих и пойдем ртуть обрабатывать. А сколько стоит купить клетку? 55. Я бы тут хотел лавру все-таки поставить. Может как-то с индусом поторговать, чем не продать? Нечем, по-моему. Еще четыре города вот тут можно спокойно вставить. Обстреливать. Так, ставим тут город. Значит, на будущее здесь у нас будет гавань. И здесь коммерческий центр. Ну, понятно, что вот в этих городах на зеленом мне кажется, лавры нету смысла ставить. Ну вот, одну очку получили за район. Я бы, наверное, взял лян в Тулу и прокачал ее тут, чтобы... А может, Рейну в Новгород пока? Ну, чтобы быстрее клетки добавлялись. Давайте Рейну в Новгород. Шталян пока еще рано прокачивать на защиту от вулкана. Давайте схожу сюда, посмотрю, что там. Сколько у нас? Пять ходов. Давайте, может, это тогда используем как разведчика в эту сторону миссионера. И пока копим сейчас веру на покупку рабочих в героическом веке. Ну, даже не знаю. Ну, тут я точно вражеские города не смогу захватывать. При подготовке в этом только городе на 50%. Давайте все-таки зал для приема, для начала. И в Астрахани амбар. Потом строители. Магнусом это все надо вырубать, конечно. Что с религией? Все еще нету седьмой религии. Надеюсь. Сейчас в следующем ходу мы глянем, кто пророка взял. Так, блин. Давай меня постреливать. Тут как-то варвары такую оборону держат прям. Ну, тут, видите, в одну клетку проход, поэтому опять же тяжело влезть все. Все великие люди этого типа получены. Седьмая религия основана и она основана неизвестным игроком. Фуф. Все, значит, индуса надо обращать и он тогда моим дружочком будет. да, не очень тут место. прямо скажем. Нет, это хорошие клетки. Вот эти овцы. Может быть, я в будущем их и уберу отсюда, но пока это очень неплохо выглядит. Так, Новгород обращен. Православие шагает по планете. Ну, Астрахань, я думаю, сама обратится. так, покупаем клетку и строим лавру. Три хода. Четыре. Все, значит, я выхожу в героический век в любом случае. В любом случае так поставлю, чтобы не сбросилось. Ну, если индус даст мне развиться, все будет зашибись. По-моему, он не должен возражать. Если, если они сами не основали религию, то компьютеры не возражают, когда им религию разносишь. Что у него за цели? Стремиться к завоеванию соседних цивилизаций. Не любят соседей. Вот в чем проблема. Это, конечно, проблема. То есть, он будет стараться со мной воевать постоянно. Ну, будем надеяться, может, что общая религия нас как-то сблизит. Но у него, видите, у него модель поведения такая, что он воюет с соседями. Что поделать? Тут явно в Новгороде надо... Ну, с другой стороны, я очень хорошо стою. Если я построю в Новгороде стены и военный лагерь, где я хочу, вот здесь, то можно будет индусам не опасаться особо. Слушайте, а что за способности у Иерусалима? Ваши города со священными местами оказывают влияние, как если бы они были священными городами. Ну, мне надо сюда, конечно, управлять послов. И что он еще хочет? Копейщика. Блин, надо копейщика сделать. Давайте откроем мистицизм. Нет, давайте военную традицию лучше. поставим карточку. Ну, хотя какой-то один город можно тут будет поставить на будущее. рыбу обработаем. Это у нас ускорит навигацию по звездам. Кстати, давайте деньги открывать, потом навигацию и по звездам. Надо обращать все города индуса в православие, и он будет так с нами дружить, офигительно. Такой сразу мы православные друг друга не обманываем. Так, он хочет от меня три влияния, а он мне даст такое предложение. он бандар бруней захватил, кстати. Право прохода, так я и так... Ладно, может согласиться, чтобы он не расстраивался, просто денег побольше попросить. Ну, мне это влияние как бы... Какой-то, по-моему, впервые на божестве через какую-то религию играю. Я вот просто уверен, что невозможно будет все равно религиозно победить, но то, что мы тут получим бонусы хорошие, это да. Аллос построен. Интересно, кто там за... Блин. Ну, это вот не очень в тему. Да е-мое, что это за нашествие варваров началось? Сейчас будут грабить мне лавру наверное. Так, а тут пройти нельзя, блин. тут пройти нельзя. Правда, уже конец карты. Да, ну, то есть отсюда вообще никто. Еще Иерусалим. Я бы Иерусалим не захватывал. Хороший город для религиозника. Блин, теперь с варварами начинаются проблемы. То одно, то другое. надо не забыть собор Василия. маловато тундры, я считаю. Очень много снега и мало тундры. По моему скромному мнению. Вон там город, туда пойдем. Да, способность Иерусалима классная. То есть города со священными местами будут работать как святые города. С другой стороны, мне тут влиять не на кого особо. Но все равно веры будет дофига идти. Я бы копейщика построил. Не, ну этот мечник не должен убить. Я думаю, что мечник сейчас разграбит священное место. И пойдет, наверное, на... А, он никуда не сможет пойти. Нет, смотрите-ка. Блин, что так много то индусы то ну надо сейчас я подумаю ставить ли мне от варваров плюс Ахапат на это у нас столица. Я бы агро увидел он сама обратится через 11 ходов. Я бы конь дальше пошел. Искать города. Следующее. Отели не обращен так, ну тут надо отступать. рыбы дают жилье, поэтому... Да, и тут, конечно, проход только здесь, пока есть для моих миссионеров. Но в этой части света на континенте кротон Конго будет господствовать православие. Ну и вот построили лавру. Вышли в героический век. Так, кампус плюс три. святилища. Монумент амбар. Наверное, надо поставить на... колесницы я же могу строить, да. Надо карточку, видимо, на колесницы поставить и юниты ближнего боя плюс пять к мы. Так, это надо против варваров вставить. Сиренец один ход надо убрать. два хода начнет строиться, к сожалению, но сделаем вот так. При подготовке юнитов кавалерии. Нет, один ход все равно. Хорошо. Тогда здесь строим тяжелую колесницу и здесь в очередь тяжелую колесницу поставим. Сколько по силе? У меня просто нету лошадей, чтобы всадников строить. Тяжелая колесница хотя бы двадцать а не двадцать как дуболомы. шли в игры и развлечения. в Туле я бы построил конечно кампус. у индуса 32 науки вообще по-моему без кампусов. У него чисто от городов. Еще говешку убили. колесей кто-то построил. как я четко в героический вышел. А индус в темное. Так, надо ли мне исход евангелистов сейчас брать? Давайте подумаем. Плюс два очка перемещения для всех миссионеров, апостолов и инквизиторов. Кроме того, все новые юниты плюс два действия и плюс четыре ну вообще я бы взял. Плюс два действия это все-таки распространение религии. Давайте подумаем вместо чего только. Вместо пера и кисти или вместо вольнодумства? Давайте, наверное, вместо пера и кисти. Блин. Наука важнее, пожалуй. Блин, ну это реально какой-то навал варваров происходит. Давайте, пожалуй, покупать рабочих. строить ли мне военный лагерь? вот все-таки мы так сможем задружиться с индусом. Обращение через шесть ходов. два хода до коммерческих районов. Я бы, конечно, коммерческие гавни строил. почему разрушилась? Или я тут еще не построил просто? а черепаха у индуса есть? о, нету черепахи. Давайте тогда мы здесь купим рабочего. поселенец 160. Можно, кстати, и поселенца будет купить. Но пока еще двух миссионеров. у меня много веры. А, копейщика я хотел еще построить. Кстати, но здесь карточка стоит на верховые юниты. Это эти святилища. Так что меня святилища еще и культуру дают. И мне бы на самом деле храмы открыть. Вот они. Давайте в них пойдем. Два хода. Потом вот так. Через два хода поменяю карточку с кавалерии на наземные юниты построить копейщика. Что здесь? Возвращаемся. вырублю здесь лес. Да, под магнусом, но тут в Туле надо быстрее зал для приемов построить и кампус начать. Блин, все ггшки захватывают. На божестве короче ггшкам просто тупо не жить. Он не может меня убить миссионера, только встать на клетку. Давайте проголосуем за ртуть. Но и у меня есть и у индуса. Или за нефрит лучше. За нефрит. а здесь ближний бой пускай или дальний бой. Я не знаю что пройдет. Посмотрим как там кампы проголосуют. Тут же еще дипломатические очки это все влияет. Хотелось бы как кампы голосовать. Так тут черепахи внезапно прошло, что мне тоже подходит кстати. А выбранный редкий ресурс не ну серьезно ну почему против моего ресурса голосовали. А здесь плюс пять боевых больше ближнего имя тоже устраивает. А ну правда это и влияет на этих ребят я так понимаю да но не должен убить меня лучника давайте тогда обработаем нефрит потом обработаем лошадей потом уже черепаху не знаю будет ли меняться со мной черепахой кстати чувак блин сволочи дайте пройти ну дайте город поставить откуда не прибегал же скаут так где-то у тебя еще города должны быть раз два три четыре пять шесть джабалпур агропат надели мадурай и бандар брюне причем бандар брюней он захвачен им был все может где-то далеко быть и соми и соми блин классно он с и 7 а вот откуда у него столько науки кстати он тут бинс и 7 эти бар стоит ну я пойду сюда вот поселенца вести тут очередь кампус 3 2 втуле роста нету к сожалению ну втулу надо лян будет сажать мистец открываем деньги торговые коммерческий район будем строить но не должен он убить лучникам не может быть не верю теперь может блин ну ё-моё но какое-то предложение которое нас не касается куда они вообще все эти варвары тут меняем просто антикавалерийских юнитов дайте мне город поставить тварь и вы так тут лян втулу куча у нас теперь довольства и жилья благодаря залу сейчас лян сядет втулу тоже будет расти где тут город вон 4 хода 9 ну вот этот агро обратится так значит в питере копейщика строим один ход и давайте купим строителя надо тут болото вырубать и строить коммерческий район вообще неинтересно какие они там чудеса строят потому что мы их все равно построить не можем запретный город строит индус ну мне надо с индусом еще дружить по той причине что я хочу с ним в союзы караваны к нему пускать чтобы моя моя способность то есть индус уже где в книгопечатании просто нет слов но это кстати благодаря Юсемити у него вообще у него хоть один кампус есть нету индуса нету нету ни одного кампуса и у него 34 науки и он уже в книгопечатании как вам это нравится мне надо союзиться и использовать эту мою способность россия нет не россия матушка великое великое посольство я буду кучу культуры и науки получать с индуса тогда православные миссионеры ну может и кстати распространить чтобы побыстрее православие здесь кстати нормальный город вполне правда затапливаемый ну вот где-нибудь тут тут наверное нормальный город станет конец лошадей стал добывать опять чудес от господи сколько вы их строите фарусский маяк храм минакши просто все в чудесах реформацию ускорили это количество городов да 6 городов стало в нашей религии так вырубаем болото ставим центр коммерции тут мадур а вон бандар брюней дальше лады о а че это минус идет что ты о католицизм тут влияет ребятушки тут у нас самое первое вот это плохо хотя всего в пяти городах победим католицизм как историчненько католицизм против православия проблема только в том что это в индии происходит по какой-то причине что индус тут плохо дороги провожил о выполнил задание Иерусалима и отправляем еще одного посла становимся его сюзереном зашибись и теперь наши со священными местами оказывают влияние как они были бы священными городами то есть в четыре раза больше религиозного влияния на все города в радиусе десяти клеток то есть например вот Новгород раз два три четыре пять шесть семь восемь на Агру и Джабалпор сейчас будет ну короче нету смысла Агру и Патну обращать надо вот сразу туда бежать чтобы католицизм вырубать каленым железом дальнобойных поврежденные против укрепленных давайте наверное дальнобойных там у нас эти есть арбалеты Новгород тоже центр коммерции блин может Кампус давайте Кампус то мы тут как-то будем отставать по науке немного точнее не немного а конкретно будем отставать по науке уже отстаем так как ко мне относится индус пока минус 8 минус 6 но когда он обратится полностью в православие должен какой-то плюс пойти драма и поэзия тут агоги уберем что-нибудь на развитие поставим сейчас хочу накопить наверное религию на покупку еще одного поселенца я пытаюсь вот сюда и вот сюда города поставить мне варвары усиленно мешают это сделать отлично убились так я даже не знаю что ставить может морские юниты построить давайте построим галеру арбалет но не должен арбалет убить не должен арбалет убить поселенца немножко отбились от этой барбарской орды наверное не будет со мной линду строговать потому что черепахи ничего не приносят одно золото ну мне золото не надо мне и ртут не нужна так что пока ничего знаете что мне надо ставить карточку меньше содержания юнитов будем вырубать сюда к мадураю бежим сейчас туда дальше даже за мадурай эти все обратятся а смотрите у него сила 311 а помните под 700 было а он не воюет ли там нет не воюет но у него куда-то армия делась здесь прохода нету приближаются варвары можно купить за веру я хочу поселенца за веру купить тула нуждается в дополнительном жилье для развития и в пряниках еще и в самоварах извините за дурацкие каламбуры про тулу но тут сядет лям через три хода и появится и жилье и радость и вообще все так что нормально но опять же я повторю карта должна быть с большим количеством всяких стихийных бедствий отчего незаметно абсолютно по моему скромному мнению да вы не открыли добрались сюда фуф так лечимся апаемся здесь здесь вырубаем коммерческий район построен гавань давайте ну это чтобы науку получать вообще лучше наверное было бы рынок поставить для каравана но соседство гавани и коммерческого района будет давать мне науку еще дополнительную сейчас тут и так две науки есть а если я сюда еще поставлю то будет еще больше науки очень уж я по науке отстаю от того же хотя бы индуса так стоит ли мне 10 строителей делать сразу с центра коммерции начать тут вот будет кстати блин надо подумать здесь можно сделать будет акведук например и тогда вот здесь я наверное центр коммерции сюда давайте центр коммерции или вообще лавру надо было сначала наверное лавру надо было блин затупил слегка так давайте предположим что здесь у нас акведук тогда здесь предположим промышленная зона старин защитах навигацию по звездам открыть давайте наверное ученичество вообще я был инженерное дело вышел акведук нужен а здесь значит стены древние после кампуса город в тундре типа плюс качкан так ну что там два хода четыре обращение боже все города государства захватывают вообще кто-нибудь останется это бандар брюней а вот это видимые католики а нет охренеть это это протестанты офигеть как она сюда добралась вообще галерой своей реально протестант да нидерланды протестанты пока у нас конфуцианство из ароастризма лидирует по количеству городов но реально очень хорошо что индус не основал свою религию так здесь тоже вырубим под мартусом хорошо вырубается прямо скажем и можем купить вроде как поселенца сейчас я еще подумаю смоленск смоленск красивый смоленск в тундре так гавань сюда здесь будет коммерческий район или нет давайте может начнем с лавры здесь вот сюда что-то надо еще подумать с районами мать ума москвы варвары будет ставить до но я бы здесь еще поставил и здесь но опять же на данных я бы накопил религию накоплю религию и поселенцы за веру куплю как-то работает интересно как тут поселенцы за веру покупаются мы так верим в бога что пойдем поселимся где-то в другом месте вот так не буду пока мадурай обращать к бандар брюнеиди ну на этом я серию закончу думаю спонсоры могут посмотреть продолжение во вкладке сообщества для всех остальных продолжение будет завтра спасибо что смотрите играйте умные игры и мне всегда интересно читать ваши комментарии всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные новые игры и всем пока